В набережных Челнах из-за вспышки кори в инфекционную больницу часть взрослых пациентов с пневмонией не принимают. Они получают лечение в резервном методе учреждений, в котором, к слову, из-за этого пришлось временно закрыть одно из отделений. Съемочная группа программы Челны-24 выяснила подробности. Сильный кашель, высокая температура, слабость и потеря аппетита. С такими симптомами госпитализировали Челнинку Гузелиу Кузнецову еще в воскресенье. Но не в медучреждение по прописке, в городскую инфекционную больницу, а в Тукаевскую районную. Выслала домой скорую, они меня привезли сюда, сделали снимок, сразу же взяли анализы и, соответственно, подтвердили, сказали, что нужно ложиться. Положили в первый же день, разбили температуру. Людмила Рахимова обратила за помощью в Челнинскую поликлинику. Диагноз – пневмония. Однако помощь она тоже получила не в родном городе, а в Тукаевской больнице. Вот когда я свалилась с температурой, я поняла, что я уже серьезно заболела. Когда я болела, в этот момент у меня очень сильно мышцы, кости болели и уши начали болеть. Тукаевская больница стала резервным медучреждением Челнинской инфекционки из-за вспышки кори. Но совсем скоро начнутся новые сложности. Приближается сезон заболеваемости ОРВИ и ОРЗ. По прогнозам медиков, увеличение числа пациентов с простудными заболеваниями придется именно на ноябрь. И чтобы вместить всех больных в Тукаевской ЦРБ, временно закрыли одно из отделений. Неврологическое отделение временно переделали под терапевтическое. Сейчас в медучреждения поступают пациенты не только Тукаевского района, но и набережных Челнов. Так, например, здесь лечение получают более 40 челнинцев. Пациенты из неврологического отделения теперь проходят лечение либо амбулаторно, либо в дневных стационарах в поселках. Мы приостановили, потому что у нас на одном этаже находится и терапия, и неврологическое отделение. Поэтому для того, чтобы койки немножко расширить, для госпитализации больных с пневмониями, мы пока временно приостановили. Потом будем госпитализировать, когда этот период закончится. В Тукаевскую ЦРБ попадает челнинца со средней и тяжелой степенью пневмонии. Однако принять больше 60 пациентов одновременно палатами до учреждений не смогут. Если пациенты тяжелые, требующие кислородной поддержки, сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, хроническими бронхолегочными заболеваниями, нуждающиеся в кислороде, мы госпитализируем в реанимационное отделение. Удастся ли избежать трудностей размещения в районной больнице, медики не знают. Дело в том, что сроки карантина в челнинской инфекционке неизвестны. Эльмира Гаинудинова, Дмитрий Кравченко, Челны, 24.